и снова всем привет да и снова мы с машей куда маша идем на почту зачем за какими да там китайские для наверное который маша до хотела пришли ну мы так надеемся ну может да потом пришел василек и пришел долгожданный мой цветок очень который я ждала о нем чуть попозже расскажу у нас погода сегодня классно ну идем на почту меня спросили а чего у вас тут дорогу копает ребят это отопление делает поэтому копали ну вот все еще тишина уже неделю на как раскопанная них маша не подходи близко ты чего а если провалишься я как тебя оттуда будут доставать поэтому вот такие вот дела сейчас мы идем на почту посмотрим что там пришло если интересно то оставайтесь с нами маша тут нам сказала не на днях что будет выступать да а где и когда а потом когда еще и также маша у нас хочет ходить на танцы да у нас тут в наш местный клуб потому что в городе она не успевает поэтому будут ходить в наш местный ладно идем на почту а то что заболталась всем добрый день дорогие друзья у нас пришла вот такая вот небольшая посылочка которую я очень сильно ждала и надеюсь что там все в порядке ребята сразу говорю это живой цветок сейчас я его открою и покажу вам какой он там пришел ссылочку я постараюсь оставить я давно этот цветок искала очень давно искала у нас магазинах спрашивала хотела чтобы заказали мне его но его не было на базах и тут я нашла страницу в контактах и на алиэкспресс у них есть также у них есть еще в инстаграме их не магазин где можно заказать этот цветок если интересно то оставайтесь с нами сейчас я распакую и вернусь к вам так ну все ребят открываем и тут а инструкция по уходу за верениной мухоловкой вот в таких двух листочках спасибо огромное тут все описано как ухаживать при какой температуре она должна быть и все все что надо размножение и все остальное а вот здесь самое главное очень ждала ее очень сильно я ребят за нее переживала здесь это просто уплотнитель так и вот так и сейчас будем распаковывать смотреть я уже знаю что здесь низ поэтому так держу очень ребят вижу ну упаковано просто идеально молодцы продавцы кстати там продавцы очень общительные вы можете написать и они вам помогут подобрать все что надо посмотрите какая красота хорошо упакована даже стаканчики не помялись вообще мне сразу же в тот день как они отправили дали трек и мы ждали этот цветок до немножко вот один листик видите как бы испортился но так принципе неплохо сейчас я дальше его распакую и вернусь к вам так ребята я так-то все распаковала уже от пакетиков но дальше еще тут есть пакетики и у меня к сожалению пинцет не могу найти будем сейчас аккуратно вот это все убирать на цветочка это специально делать чтобы сам цветочек во время транспортировки не поломался влажность у него тут хороший грунт влажный и вот так вот убираем так это приподнять чтобы цветок сам не травмировать я приподниму и уперу вот эту вот салфетку влажную еще салфеточку влажную уберем одно и все наш цветочек будет не мариночка не бойся на меня пусть вот это вот брать можно вот здесь вот я вижу вот одна умершая мухоловка и и на будет обрезать ножницами вот там а так остальное все ребята вообще идеально но вот это вот еще вот подозрение да и вот здесь вот еще одно подозрение дает а так в принципе он пришел очень хорошо здесь вот что беленькая салфеточка так в принципе он пришел очень хорошо спасибо большое продавцам они очень ответственно относятся к своей работе и вот такая вот прелесть у нас пришла дорогие друзья я все ссылочки на вот кстати тут паучок уже один мухоловки ходят как бы так показать видите прям с мухоловкой был если он заденет красное место то она его съест но он сильно маленький скорее всего она не отреагирует мухоловка сытая по сути видно по ней что много светлых но если вот красный это значит голодная надо ее накормить постараемся мух на ловите где-нибудь и накормить ее мариночка так что дорогие друзья ссылочки на магазин я оставлю в описании хочу сказать продавцам огромное при огромное спасибо этот цветок можно у них есть сайт как на алиэкспресс контактах в инстаграме в одноклассниках у них везде есть сайт и вы в любой магазин можете зайти и заказать как вы видели упаковывают они очень хорошо отправляют трек номер сразу же если что-то не так то вы можете написать им и они вам ответят также у них там есть наборчики для пересадки мухоловки все у них там и грунт можно приобрести и все что вы захотите там у них есть поэтому проходите по ссылочке в описании и заказывайте а я сейчас найду пинцетик и все лишнее по убираю для того чтобы она у нас оклемалась немножко а так вот такая вот красота у меня пришла спасибо огромное так ребят постаралась обрезала вот столько от обрезала мертвых уже ну а так в целом вот этот вот еще смотрю вот вроде бы как бы тоже плоховатый но пока решила оставить посмотреть а так в целом все нормально уж у как я рада что у меня вот такая вот радость появилась дорогие друзья занесла мне машенька кабачки как думать что хочу готовить вы не догадаетесь а я хочу супер и приготовить из кабачка и попробовать еще кексы из кабачков сделать но кексы буду разные делать обычные и потом если желание будет то сделаю из кабачков мы посмотрим сейчас пока буду для супа все готовить буду кабачки чистить давай сыночка мама маме принес штатив и до машину тут вдоль так положил горит мама ты один большой кабачок все понятно ладно чистим режем и готовим так дорогие друзья сейчас будем с вами делать кексы для этого я взяла 3 яйца сюда высыпаю ванильный сахар и сейчас засыпем еще обычный сахар я более подробный рецепт напишу под видео и сейчас все это постараемся взбить как можно сильнее больше сильнее короче до пены сбиваем ложкой или венчиком я решила ложкой поделать сейчас забью и вернусь к вам все ребята взбила его до такого стене я решила электрически все-таки делать дальше что я буду делать я сейчас сюда добавлю сметану сметана добавлю сметану я все делаю на глаз но более подробный рецепт я постараюсь написать в описании и все тоже это взбиваем так взбили добавляем сюда растопленное масло и все опять тщательно взбиваем так все взбили сейчас нам надо с вами добавить сюда муку и также я хочу еще добавить кокосовую стружку для вкуснятности от кокосовой стружки будет вкусно много добавлять не буду так чуть-чуть чисто для вкуса также добавлю сюда еще разрыхлителя вот что у меня разрыхлителя мало сейчас еще достану все добавила разрыхлитель сейчас все взболтаем и будем добавлять муку и все и теперь маленькими порциями добавляем свою муку все друзья Дорогие мои друзья, тесто готово. Вот такое вот оно у меня получилось. Сейчас мы с вами раскладываем форму. Заранее включите духовку, пока мы будем раскладывать. Она как раз нагреется. И будем с вами ставить выпекать наши кексы. Все, готовим форму и выкладываем. У меня форма вот такая вот старенькая, страшненькая. Но вот сначала в эти сделаем, а потом у нас есть еще вот такие вот формочки. Мы в них еще наделаем. Машенька, будешь укладывать? Сейчас эти ложечки там будешь укладывать. Так, Маш, хватит кокосовую стружку есть. Смотри, дочь, берешь вот так вот и заполняешь. На половинку, чуть больше половинки, чтобы форма была заполнена. Вот здесь вот покажу, постараюсь. И вот таким вот образом набираешь и заполняешь. Стараюсь ровненько, чтобы они ровненькие были. Или вот так вот. Можешь заполнять. Одна ложечка получается чайная. Вот так вот. Видишь? Пока я тебе показываю, я уже сама все уложу. Ладно, пусть ребенок этим занимается. А я пока буду другими делами заниматься. Можешь заполнять. Пока. 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 Все, Машенька как смогла уложила. Но сейчас тут я не в трех местах подправлю. Маша молодец. Маша, хватит кокосовую стружку захомячить. Маша тут кокосовую стружку ест. Здесь вот, чтобы оно сильно не подгорало. Покрасивее немножечко сделаем. Но они будут подниматься в духовке. Поэтому ничего страшного. Они все равно округляться и будут красивыми. Я очень на это надеюсь. Давно уже не стряпала. Но начинать. И сейчас еще дополню таких, чтобы на противень много-много поместилось кексиков. Все, поставила кексы в духовку. Вот у нас еще тесто осталось. Сейчас те постряпываются. И эти пока формочки заполню. И потом в них поставлю выпекаться. Все, разложила остатки теста. Вот настолько получилось у меня. Сейчас те испекутся. И потом эти поставлю. И сейчас будем готовить следующие. Так, дорогие мои друзья. Собираюсь нарезать кабачки для супа. У меня просто много кабачков. И я ищу разные рецепты из кабачков. Ну, сейчас хочу суп сначала приготовить из кабачков. Но уже со сливками. Как мне написала моя подписчица. Так, семечки буду выковыривать я отсюда. Так, что я хотела. Ой, ворони. Вот она. Нашла. Семечки буду просто выковыривать. У меня на... Некоторых тут семечки есть в кабачках. И я их обычно выковыриваю. Хотя можно и не выковыривать. Но тут просто уже крупные такие семечки. На вкус, мне кажется, не очень будет. Я не люблю, когда попадается что-нибудь такое. Поэтому я убираю. Поставила выпекаться кексы. Сейчас печку затопим. Или на плитке сварю супик из кабачков. И хочу еще попробовать это. Тут нашла один рецепт. Такой интересный. Кекс из кабачков. Просто у меня много кабачков. Мне теперь идти не надо. Поэтому будем что-то готовить из них с вами. Посмотрим, понравится ли детям моим или нет. Ну вот я скажу так. Суп, например, из кабачков не всем понравился. Свете, например, он не понравился. Она говорит, его хорошо с макаронами. Как подливу. Тогда, говорит, вкусно. А так что-то она... Ну она не любитель овощей вообще. Это я любитель овощей. Она как-то не очень. Машеньке понравилось. Остальным, по идее, всем понравилось. Они у меня теперь готовы этот суп. Чуть ли не каждый день есть. А Свете он не понравился. Ладно, сейчас нарежу и буду варить. Кабачковый сок. И кексы выпекаем. Напишите, что вы сегодня готовили обязательно. Мне будет тоже очень-очень интересно. Вы знаете, что я вставила. Какие-нибудь интересные рецепты мне в личку пишите. Может быть, что-то попробую. Только не с заморскими продуктами. А то мне тут некоторые такой рецепт скинули. С креветками, да чё. Ребят, я креветки никогда не пробовала. На вкус даже не знаю. И никогда не покупала их. И даже не знаю, как их готовить. Поэтому так вот. Ладно, нарезаю кабачки. Потом вернусь к вам. Так, сделала первые кексы. Испеклись. Поставила следующую партию. И сейчас будем готовить дальше. Так, дорогие друзья. Хочу показать, какие на сметане получаются пончики. Среди они рыхленькие. Среди они классные, мягкие. И на вкус очень вкусные. Поэтому всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Пользуйтесь рецептом. И я надеюсь, что вам очень понравится. Всё, ребят, напекла кексики. И сейчас дам деткам, как им понравится или нет. На вот сметанном продукте. Это не сметана была, а сметанный продукт. И посмотрим, понравится им это или нет. Так, мои хорошие. Приготовила по вашему рецепту со сливками суп-пюре. В принципе, получилось неплохо. Вкус хороший. И добавила вместо бульона куриные кубики. Ну, бульонные кубики. Поэтому сейчас пойдём мы кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать.